Я очень рад вас их видеть. Это очень важно, если для меня. Так вот сказать никто не поверит. Из заповедника приехать атмосферное, экологическое, приехать в Москву, чтобы подышать кислородом. Но я действительно спас. Вижу родные и знакомые лица, и мне здесь пригоднее. И дышится легко, и ничего не болит. Так что вот, спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Хотя мы с Калинским очень не надеялись. Ну понятно, там пассивная эстрада, там еще какая-то сады и огороды, жара, мошкара, тля, колорадский жук и картошку надо спасать. Понятно. Но спасибо огромное. Очень важно для нас, для всех, поющих, что вы сегодня здесь. Поэтому я постараюсь петь песни. Я обещал тогда, в апреле месяце, что я там новый. Нашел свой архив, но получил так, так что, если я больше не чувствую того, что было тогда, зачем писать плакатные лозунги и все такое прочее. Просто подзабылось многое, а многое там умышленно забылось. Не все стоит помнить и сохранить в памяти. В память надо, только знать, что все надо. Наверное, каждый про это знает. Поэтому я вот взял сегодня вам, ваше решение, еще представьте те песни, которые я мало исполняю, нечасто здесь. Но, допустим, вот я пел песню Пули, А потому под пулями не гнись, Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда, С последним ощущением тревоги, Она тебя отыщет среди многих. Она тебя отыщет среди многих, А потому под пулями не гнись, Не удлинишь таким маневром жизнь, А надо просто двигаться вперед, Замкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. А, собственно, песня Пули. Придет песня не земля, От ручья до соловья, Композиторы в идеях утонули, Но однажды вышло, друг, Нам почувствовать на слух Песню Пули, песню Пули. Но однажды вышло, друг, Нам почувствовать на слух Песню Пули, песню Пули. Мы узнали, старина, Как умеет петь война В Кандагаре, под Оксане и в Кабуле, Под аккорд 5.45 Смерть выходят исполнять Песню Пули, песню Пули. Под аккорд 5.45 Смерть выходят исполнять Песню Пули, песню Пули. Рикошетят от земли, Пули прыгают в пыли, Вон фонтанчики кому-то потянули. Не дает ли перелет, Но кто-то жизнью оборвет Песню Пули, песню Пули. Не дает ли перелет, Но кто-то жизнью оборвет Песню Пули, песню Пули. Было дело, бой гремел, Каждый честен был и смел. Или мы не дрогнули, И спять не повернули. Ни за деньги, ни за страх, Вот и слышим мы во снах Песню Пули, песню Пули. Ни за деньги, ни за страх, Вот и слышим мы во снах Песню Пули, песню Пули. Придет песнями земля, От ручья до соловья, И композиторы, особенно по весне, В идеях утонули, Но однажды вышел, вдруг, Нам почувствовать на слух Песню Пули, песню Пули. Но однажды вышел, вдруг, Нам почувствовать на слух Песню Пули, песню Пули. Еще одну песню, которую, по-моему, Никогда не пел. Песня ветеранов Афганской войны. Это мы друг друга знаем, Считаем как ветеранов, Очевидно, это государство Не любит никаких ветеранов. Ветеран у нас только президент бывает, Премьер-министр. Тех не сшибешь. А это наши, ребята. И не только Афганской войны, Чеченской, какой угодно. Но за Чеченскую войну Сегодня нам доложит Полковник Леша Гребанков, Который там шесть заездов С самого начала И до самого 2000 года. Вот полковник спецназа СОБР, Первоначальный десантник. Ну а сейчас вот это. Всем боевым друзьям, Всем ветеранам, Которые здесь сидят, Кто бы где не воевал. Давай, дружище, по одной. Давненько мы не собирались, Мы где-то по свету мотались И не просились на покой. Давай, дружище, по одной. Пусть пьянстве нас не уличают, Мы были там, где цену знают, Спиртовый дождь, фронтовой. Спиртовый дождь, фронтовой. Давай, дружище, по одной. Пусть не украсят нас медали, Кто не просил, тому не дали. Скажи спасибо, что живой. Давай, дружище, по одной. Мы в тех сражениях уцелели, Где путь от мушки до решений Почас становятся судьбой. Давай, дружище, по одной. Ведь мы с тобою ветераны, А в сердце не проходят раны, Что прошлое и жены войной. Давай, дружище, по одной. Да чтоб не капельки на донце, За небо и синее, и солнце, За этот мир, за нас с тобой. Наша группа базировалась в Файзабад, Провинции Бадахсан, Которую сейчас Ренат Шальков Своими тайно бородит, зад, вперед. И все четко рассказал, Где там хазарейцы, Где потомки Александра Македонского, Голубоглазые вот эти вот, И прочие ребята. И даже Пакистан заходит тут. Ну вот и все как надо делается. Что там в Пакистане? Или Ран было тогда? Ну вот, там бы есть скала Сангимур, На речке Акча стоит, Она переводится скала Ролу. По предаме, там шахи с этой скалы, Там оборудованно, там красиво, Взял брусвер, Там стол каменный стоит, Грод такой, метров двадцати над рекой, Там же, оттуда шахи сбрасывают Своих неверных жен на ложницы, И вообще кого попало, бросали тут. Речка бурная, Там кости не соберешь, Мы там рыбу ловили. То есть бетер, 60 пб, 10 тонн, Загоняем поперек этой бурной речки, Солдаты с самодельными метров ста, С самодельными сетками стоят. Офицеры там называли, Сеть разумная, добрая и вечная. Там, где жен выбрасывали, Мы бросали гранаты. Малая стротиловая шашка, Там называется, Малая саперная удочка, Большая, большая саперная. Рыба-маринка, она вот такая, Она в этом у нее всплывала, Пузо-то у нее бледное, белое, И солдаты там вычерпывали. Много, по два-три рюкзака. И кормились они типа. Ну вот, а вообще, Мы на этой скале Сангемур потери. Полка, разведки, полка. В 160-е рядом стоял дорогой полк, Замечательный там все. Офицеры собирались, и мы... Но это песня такая, Сангемур. Что-то расскажем музыкой Сергея Кузнецова. Гонят ветер к лесу, Как лески партитур. Горы замерли в праурном марше, Мы безмолвно стоим на скале. Сангемур уцелевшие, Чествуем павших. Мы безмолвно стоим на скале. Сангемур уцелевшие, Чествуем павших. Над скалой Сангемур Разгулялись ветра. У подножия бесится речка. Нас двенадцать из рейда И вернулась вчера, А троих приняла к себе вечность. Разом скинулись к небу стволы, А КС троекратно откликнулось эхо, И ушел в облаках Смертоносный свинец, Предназначенный Для человека. И ушел в облаках Смертоносный свинец, Предназначенный Для человека. На скале Сангемур На скале Сангемур На скале Сангемур Сангемур Наша гордая, горькая трыжна. Кто сказал, что Восток Вековечен и мудр, Здесь хранилище истинной веры. А на скале Сангемур На скале Сангемур Только камень Шершавый и серый На скале Сангемур На скале Сангемур Только камень Шершавый и серый Толикой камень шершает биседет. 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 И мясо, и коровье, и телячье, и говяжье, кроме свиньи, естественно. Все, что хочешь, есть. Файзабак, Файзабак, не заради наград, Мы два года тебе подарили. И лежишь ты в горах, у помира в ногах, Порыжевшие от солнца и пыли. И лежишь ты в горах, у помира в ногах, Порыжевшие от солнца и пыли. Облака уплывают в разные края, Ветер пахнет черешней и хлебом. Тополя, тополя, над кокчую шумят, Упираясь верхушками в небо. Тополя, тополя, над кокчую шумят, Упираясь верхушками в небо. Что столетия, что миг, Караванщиков крик, Так же эхо в горах повторяет. И верблюды бредут, куда тропы ведут, Меж горбами пуштунок качая. И верблюды бредут, куда тропы ведут, Меж горбами пуштунок качая. Ледний вечер пал на расщелины сгал, Камни песни поют, остывая. И опять до утра, над кокчей трассера, Как сгоревшие звезды мелькают. И опять до утра, над кокчей трассера, Как сгоревшие звезды мелькают. Файзабад, Файзабад, мой товарищ и брат, Мне, мне зря тебе год подарили. Файзабад, Файзабад, ты и рай был я, Но таким мы тебя и любили. Файзабад, Файзабад, здесь и рай был я, Но таким мы тебя и любили. Ей-богу, потому и ездить туда. Правда, если в этой ситуации Ты больше влюбляешься в Афганистан. Ну, просто влюбляешься. Может, потому что жизнь здесь, По сравнению с тем, что была там на войне, Как не парадоксально. Это полное дерьмо, подавляющее большинство афганцев. Мы здесь никому не нужны. А там и знали, для кого и чего мы нужны. Может быть, поэтому скажи сейчас, И все поедут, вернемся обратно. И афганцы ждут, когда вернемся. Нам пиндос, надоели, выгнали оттуда. Афганцы любят. Любят, любят. Я про это и говорю сейчас. Один англичанин сказал хорошую правду. Чем дальше с Афганистаном, Чем больше надо будет любить афганцев. Правильно. И вот сейчас, говорят, возвращайтесь. Они дороги там с помощью этого шаха отремонтируют. Все. Езжать не хочу. Ездят. Наши ездят. Комсомольцы совета запросто дали. Это автономная республика. Типа как у нас, не знаю кто, Татарстан. Своей конституцией там, не знаю кто там. Своей там этим. Татарстан, Башкортостан. А у них Будакшан. Они раньше хотели, чтобы вывести советские войска. И никакой власти мы сами все делали. Никакого НДПА, ни хрена, ничего. Но я помню, как они раба-нивы выдворяли оттуда. Тот пришел, то своими динами. Все. Сказали, до свидания, ребята. У меня тысяча тридцать штыков. Сказал им инженер Башир. У меня тысяча тридцать штыков, а вы валите туда к Северной Юге. Больше. Они не участвовали. Нигде. Ала-Верде-Моза. Вот, смотрите, здесь Московское посольство. Сидят пуштуры. Но пуштуры всегда правят в Гангенстане. Мы открывали в Душанбе визу. И пороги. Там сидят северные провинции. Все консулы сидят. Они интересны. Семь северных провинций. Да, они всем интересно провинции открывать северные, чтобы у них туризм процветал. А вот здесь вот... Ну, они с нас, например, берут и развалились на стол из кутов, как Советский Союз. Сейчас Россия развалит. А вот северные провинции один стараются. И все по отдельности процветают. Одни мы развалились и вроде заглядят. Черт его на че происходит. В Востоке надо учиться. Мудрый народ. Че. Вот, пожалуйста. Что такое Восток? Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Здесь совсем другие боги и другие имена. Здесь горянки величавы и пугливы, как стрижи. Но глаза глядят лукавы через сетку паранжит. То Азисы, то горы, то пустынь Рекистан. Чарцы бронетранспортеры из Кабула в Чахчаран. Здесь одна сплошная суша. Не бывает жарче суши. Но с вершины гиндукуши виден только гиндукуш. Здесь народ неторопливый и почитающий Коран. Где расписано красиво о законах мусульман. Здесь землей латают крыши. Здесь стреляют по ночам. Здесь предложат вам гашиши предприимчивые бочарь. Здесь экзотики навалом нет. Здесь поклонники Хаяма. Знатоки и Фердауси. Но о тонкостях исламу спорить, боже упаси. Вас разбудят на рассвете, выпивающие с неба глаз. То, мол, а зовет к мечети делать утренний намаз. Здесь экзотики навалом экзотичнее найти. И здесь стреляют из дувалов вдоль колонного пути. И что расскажешь о Востоке? Непривычная страна. Здесь совсем другие боги и другие имена. Мы говорили, и Мишка о них сначала говорил, пел песни о великом празднике, победе. В Отечественной войне он грядет, он на носу. У нас не привыкли его праздновать. Но это не значит, что мы не помним, чьи мы дети и чьи мы внуки. Пусть там веселятся президентами и все такое. Это не начало войны, это победа. Последняя пара победы. Первая пара победы. Поэтому я как МОК, а я сын своего отца. У меня отец и мать, оба фронтовики, оба разведчики. Дед потерял 4-х родных братьев, Финскую, 4 танкиста сгорели. Сам я танкист, механик 2-го класса, инженер конструкции боевых гущих машин. Баумские заканчивают. Люблю танки. Спасибо Михаилу. У них поют меня всегда. Аж слеза прошибают, когда слышишь про танки. Т-34. У последней модели, которая вошла в Берлин, 32 килограмма уже было. Не в 45, а в 32 усилия на рычагах парсионных. Так вот, я как мог, как чувствовал, как ощущал, написал песни о войне «Глазами моего отца». Потому что много рассказывал. Три года, как его нет живых, но я слышал, когда они собирались, все маленькие были. Со своими друзьями были, о чем он рассказывал, что он рассказывал. Мне вот, конкретно, детали, они по фронтовой газетке были написаны в центральных. Как лейтенант Морозов на тигре катался, не умею управлять, 8-го собрания на тигре, заехал прям к ним. Захвачил. Но много чего. Я просто настроение у тех людей. И песни их, и что они пели. Отец привез аккордеон, боян, трофейный, откуда-то такой древний, 24-го года. И выучился там, не знаю, пел песни всякие, военные. Ну, просто это мое отношение к фронтовикам, к той отечественной войне. Я родил в Стаганке, живу до сих пор. Я видел, как уже в 50-е годы в конце извлекали из-под обломков разбомбленных зданий, извлекали скелеты людей, которые жили в Стаганке подле бомбежек. Все это я видел. Мне не надо рассказывать там, по телевизору показывать, какая война. Я слышал от участников. Так вот, ко дню победы, к грядущему дню победы, я писал ее, песню, что вам сегодня представить. Я пытался как бы восстанавливать обстановку, как я чувствую, что все дело происходило. Вот, пожалуйста, доходите. Победа. То есть все. Выводится, кто на Японию, кто по домам, из Германии, из Европы. На чем хочешь, на том добирайся. То есть не всегда эшелоны ехали и везли демберизованных салфеток. Некоторые с вами ходят. А Гатя повторял тоже самое. Это отдельная песня. Не столы настоящие. Пей за возвращение. Не столы настоящие. Украшают наш дом. На снарядные ящики, плащ-палатку кладем. По ста грамм нам положено, фронтовой наш паек. Есть банка порожья, наливай-ка, браток. За сторонку, за русскую. Ведь пыть им этот бокал. С той нехитрой закускаю, что союзник прислал. За землянку уютную. Фонаря огонек. За машину попутную. Что идет на восток. Выпьем мы за товарищей. За друзей боевых. Что прошли сквозь пожарища. И остались в живых. А за тех, что не дожили. А в суровом бою. Молча мы, как положено. Выпьем водку свою. Мы вернемся счастливые. Кончив долгий поход. Будут девушки милые. Нас кричать у ворот. Пусть горит за туманами. Дорогой огонек. И что было загадано. Пусть горит за туманами. Золотой огонек. Не стал и настоящий. Украшают наш дом. На снарядные ящики. Плащ-палатку кладем. По ста грамм нам положено. Фронтовой наш поет. А вот и банка порожья. Наливай-ка, браток. Ну, это тоже называется возвращение. Или дорогие мои земляки. Я уже говорил, что теперь ПМЖ у меня не зарегистрировано нигде. В Лухаевском районе. Раньше это был Зарайский въезд. Там отец мой родился. Теперь это отдельный никому не нужный район. В конце концов дадут Коломне или Рязани. И правильно сделают. Являешься там помощником депутата. Бороться с местными тварями бесполезно. Проще расстрелять, но не позволяет должность. Так что вот. Но все равно. Коломенские, Морозовые, от Коломны до Рязани. Ты идешь, даже проезжаешь, что знают. Морозово проезжаешь. Я все думаю. Не родственники, не забрать бы. А то какие-то пупки. Ни хрена никто там объявляет. Мы тут потомки. Отдайте нам все. Но нет. Ну вот, земляки. Отдывается. Вот, не то. Ладно. Ты объявил-то не то. Возвращение. 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 Обниму я березу руками. Припаду в белоснежном коре. Я так долго топтал сапогами. Кровь и пепел дорог на войне. Обниму я березу родную. С незажившим ротом на стволе. Белой грудью ты встретила пулю. Что была предназначена мне. В сорок первом ты встретила пуль. Что была предназначена мне. Там где мой дом, там где мой дом, скоро сирень зацветет в полисаде. Там где мой дом, там где мой дом, нет ли там о солдате. Автомат, напыленный в походах, снял с плеча, положу на земле. И яйцо от соленого пота, я отмою в студенном ключе. Я дошел от Москвы до Берлина. Я до Эльбы дошел от Ольки. Там где мой дом, там где мой дом, скоро сирень зацветет в полисаде. Там где мой дом, там где мой дом, помнят ли там о солдате. Вот стою на зеленой опушке, когда мною звенит пишина. Не грохочут ни танки, ни пушки, и закончилась эта война. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медали, орден славы и шара пулевой. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медали, орден славы и шара пулевой. А там где мой дом, там где мой дом, скоро сирень зацветет в полисаде. Там где мой дом, там где мой дом, нет ли там о солдате. Там где мой дом, нет ли там о солдате. Там где мой дом, там где мой дом, ждут грустя. О солдате я верю, там где мой дом, там где мой дом, ждут грустя. Я хочу представить сейчас замечательного человека, еще одного замечательного человека, друга хорошего, замечательного поэта, армейского поэта, сегодня, да, но он еще лирический поэт, замечательный. Полковник Грибанкова, Алексея. Человек начал с ВДВ, пошел в спецназ, подготовил диверсионного спецназа. С первого до последнего, до 2000 года заедлый в Чечню. Ордена боевые, ранения, все как надо, как положено. И он сейчас... Чечню отчитается, потому что когда она просит про Чечню, я не был, я не могу писать о том, чего я не видел, чего не чувствовал, чего не знаю. А он там все испытал на себе, на ногах, на сердце, на душе. Так что? Игорь, мы вот вышли с Алексеем вдвоем, Алексей, скажи, конечно. Вот, я рисовал, вот моя графика, рисунками, шариковая ручка я рисовал. Я в горах рисовал шариковыми ручками. Вот, шариковыми ручками рисовал. И вот, альбом, который я хочу, здесь копии, правда, вот, я шариковую ручку рисовал. Вот, да, вот, и то, что стихи и песни всегда нас сохраняли, и были хладнокровными жизненными, и решительными в бою. Серьезно, вот когда слушаешь песни Игоря Морозова, ты становишься решительным, вот, просто когда идешь по тропе, потому что Игорь давно уже поет, когда мы воевали. То есть, фактически, всегда его песни, они всегда были с нами. Я Игорю дарю вот так, альбом. Твои рисунки, Ренат, да? Да, можете? Вот, вот, все. Шариковая ручка. Спасибо. Я еще хочу сказать, у нас же 5 лет договор, моя вина, да? Я все готовлю, готовлю книгу, так не написал. Но мы давно заключили договор, оформление к ней будет. Там с песнями, на пластинках, там с историями. Будет Ренат Шафик, у меня просто пока не получается. Я готов всегда написать материал. А я за это огромное спасибо. Я вот заранее взял, не взял. Спасибо, брат. Я хочу сказать, что, во-первых, большое спасибо Игору Николаевичу, потому что... Не надо про меня. Нет, не, юность пришла под песнями Морозова, Перстакова, Томишова и многих других афганцев. И когда уходил служить в ВДВ, то все эти песни определенную роль играли, конечно. Отсюда стихи. Сочерпнуть бы ладошкой небо, да губами к нему припасть. За горбушкой ржаного хлеба, Насладиться покоем сласть. На медвяные травы луга Повалиться про все забыв. Облака побегут по кругу, Значит, дома я, значит, жив. Значит, стали отныне датами Те негромкие имена, Что с тобою прошли солдатами Неоконченная война. Путь дороги умыты ливнями, И ветра не дают идти. В волосах серебрица и ним, Все не брошенное в пути. Встречи лица, руки пожатия, До деталей, до мелочей. Память держит в своих объятиях В наврежущем ночи луче. Пусть осмысленно лжет забвение, Правки в дело судьбы внося. Остаемся мы, тем не менее, Кем и прожили, не спросясь. Отвечая не только голосом, Со смертями всегда на ты. Капля неба, терняшки полосы, Капля крови, души костры. А глоточек лазури пенистой Нам по праву с небес пролит. И ничто уже не изменится, Сердце мужества монолит. В свое время Ряд специальных подразделений Различных ведомств Носил черную форму. Мне тоже довелось ходить в черной форме. Отсюда вот такое стихотворение. Форму надеваю черную привычно, Дома быть мечтаем вскоре, как обычно. И шнурую перцы высоко и туго, Чувствуем на сердце пенец и разлука. Магазинов узких, автоматных восемь, Что-нибудь в разгрузку на удачу бросим. Коротка дорога, времени в обрез, На плечо немного, давит АКС. Семьи оставляем с грустью на пороге, Все не представляя полноты тревоги. Не томись по многу, впереди работа, Ставь полегче ногу, обгоняй заботы. Проводы недолгие, не впервые сборы, Слез не будет колких, ледяных укоров. В небо от бетонки оторвемся плавно, Растворится тонкий свет дороги главный. Сложные задачи требуют ответа, Только бы удача не терялась где-то. Мы, конечно, можем, как велят приказы, Бить чужие рожи, хорошо и сразу. И патрон вгоняя, загодя в патронник, Цели не меняем, одевая броник. Если ошибутся на пути народы, Купола польются, ветры непогоды. Кружится планета, бед не замечая, Кружим с нею где-то, ранит за плечами. Соберемся вместе, поглядим на фото, Разольем по 200, сделана работа, Что-то подытожим, как взливает третий, За того, кто тоже праздник мог отметить. Если можно, еще одно стихотворение, Посвященное вообще России и тому, Что с нами происходит от далеких времен. Было время и были победы. Было время и были победы, Стяга полы, вели шелка, Были ратники, руны и веды, Меч Олега, Онега река, Богатырские чудо-заставы У степных задымленных границ, И походы дружил Святослава В грозных отблесках ярых зорниц. Балетризны у черных курганов, Быды души и яйца чисты, И однажды, поправ из туканов, Храмы подняли в небо кресты. Русь святая расправила крылья, Стал полет журавлиный высок, Сквозь века, недосказанной пылью, Лето сыпало вечный песок. И, казалось бы, минули годы Русским духом объятых времен, И славянские гордые роды Уж не носят забытых имен. Потускнели доспехи и очи, Соколиная песнь не слышна, Словно темная тайна пророчества Наяву воплотиться должна. Но забвенью на сердце не вкратце, Крепко веское слово меча. Мы из дома выходим не драться, А гостей хлебосольно встречать. И застыла ни инок, ни воин, Русь как в старе, На пороге беда, Вновь и ног ее кружится с воем, То хазары, то кнехт, то орда. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А так постоянно, так что. И наш вечный администратор, она же кассир, она же бухгалтер, Она же вымогатель денег, Оля наша, замечательная. Я просто хочу одну, да, вот ей. А длинная песня, но за нее пострадал целый военный студия, А меня не нашли, потому что я не прохожу по ведомству Министерства обороны, никогда там не состоял. И мой личный номер, там хоть и числится, Там же вооруженные силы, СССР, а дашь лишний номер. Дважды меня искали, два раза не нашли. Два раза искали, чтобы вручить орден. Красной звезды за обеспечение безопасности выжить из Афганистана. Не было полковника Морозова. Вам упрали ни в кадрах. А второй раз, чтобы, наверное, наказать, что ли, Ну и опять спрятался в Комитете госбезопасности. Куда не досягали военные. Значит, сейчас, на секундочку. Она называется «Просто». Я один раз ее спел в Уфимском государственном академическом театре. Потом, почему-то через месяц ее пришли из Прибалтики и стали искать полковника Морозова, который надругался над лучшим министром всех времен. Пашей Мерседесом. Ну, вы дальше поймете. Называется эта песня «Баллада о королевской блохии». Подвещается Паше, человеку Мерседесу. Ну, вы понимаете, что это муж министр Грачев Паша Мерседеса. На мотив пенсии. Кинофильм «Гусарская баллада» – «Песня Лепелетье». Она длинная. Она длинная. Стараюсь сейчас скоротеть, чтобы вас долго не нужно. Жил и был король однажды, он славный был король. Всегда страдал от жажды, но трезвывал порой. А зрит его придворник, при нем блохожелан, Министром обороны и маршалом была. Лена-лен бум-бум, 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 Лена-лен бум-б Лена-Лена-Бума-Бум И ставя спорт в начале всех воинских наук, он в волейбольном зале один он стоил двух. И лишь одно желанье плохе мешало жить, все омундирование у войска заменить. Лена-Лена-Бума-Бум 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 Лена-Лена-Бум Ну, Лена Агапова, первый заместитель, которая решала себе вопрос, кого назначить, кого снять, кому звание дать. Прям не слезай спасти. Лена-Лена-Бум И решил там, кто у нас был, менялся. Зайцев омундирование. Отсюда есть аэродром, генерал. Лена-Лена-Бум Лена-Лена-Бум Лена-Лен-Бум-Бум Лена-Лена-Бум Ну, помните, аэродром появился наш министр, какие-то там еще такие полупердунчики офицеров ходят, толсткие такие барбатские парфетчики и фольняки. Ну, швейки, вот, гашки, кто помнит? И что дальше происходило? Рассказываю, потому что знаю, это из первых уст. Примерял все это министр обороны. Итак, обращив формы новой, Напялила блоха, Но убора головного Не достает пока. Тогда к себе портного Зовет блоха скорее. Говорит сурово По плохому по шей Такую, чтоб видали Меня издалека И чтоб узнавали Народы и войска. Лена-Лена-Бум Бум-Бум Лена-Лена-Бум-бум Лена-Лена-Бум-Бум Но только дали маху Или так уж довелось Что баранов на попаху В столице не нашлось Лена, лена, бум-бум-бум Лена, лена, бум-бум-бум Король блоху, как сына По-плоху, по ключу, по плечу Мол, я твою кручину два счёта и залечу Собрал король, министров и внутренних, и внем И прочих организмов, что жили в той стране Лена-лену, бум-ум-ум-ум, лена-лену, бум-ум-ум Лена-лену, бум-ум-ум, лена-лену, бум-ум-ум И выпив пиво к ворту Прищурив левый глаз Откнул бутылкой в карту И огласил указ Мол, правит в регионе Что я вам указал Погрязший беззаконий Мятежный генерал Лен-Лен-Бум-Бум 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 Ни нефти, ни баранов Короний не дает И на мои карманы Предательский польет Мятежную столицу Изволите разорить И моему любимцу Каракулянта быть Лен-Лен-Бум-Бум 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 Я продолжал, что долго Вся история Чеченской войны Лен-Лен-Бум-Бум Лен-Лен-Бум Летели самолеты И танки поползли И двинулась пехота На краешек земли Долбили, как придется И с неба, и в упор Аллах, мол, разберется Кто вор, а кто не вор Лен-Лен-Бум-Бум 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 И длится эта драка Борща в авгарии И днем потерян счет Но меха на папаху Не добыта еще Зачем воинка послали в неведомый даль? Вы просите морали? Какая же тут мораль? Лена-лен-бум-бум, Лена-лен-бум-бум. Ну и так, еще дальше. Какая тут мораль? Если мой товарищ по А haarоблевскив Афганистану Сергей Асачев был старшим лейтенантом в 82-м году ВДВ, а погиб в первую кампанию, в Чечне, начальник штаба полка. Он приезжал сюда, звонил, имели переводку, он говорит, что за черт, мне приносят разведчики документы, там напиток, гражданин СССР, до сих пор так же. Мне дают снайперов, минут семь, он скрипач, он висеньку заканчивал, снайперам дают, десантные войска, пусковская дивизия, гвардейсты. А документы? Я залез, я же всегда, у меня есть ортопринтное издание Даля, да? И я начинал связь с писателя Россия. Я лезу, потому что удивляет мне толкование какой-то слов, исконно русских, древних. Я читаю, я не нашел гражданского, но это придумали большевики в 18-м году. Да то я нашел, если паспорта и у врагов, и у федералов одинаковые, это значит усобицы, не междоусобицы. А в переводе с Даля это означает, что это? Братоубийственная война, когда народы одной страны, нового государства убивают друг друга. Что он тут может сказать? Даль-то мудрее, наверное, было. И потом я должен честно сказать, у меня много друзей осталось. Я могу петь песни свои, как же Левстаков, и здесь, и у федералов, и даже в центре подготовки. Кому-нибудь денег, в горах. Потому что и в этой войне, почему я отказался воевать, я ее не знаю. Лёш Горибанков знает, он честно сражался, вот он стихи свою прочитал. Там мужество примеры такие же, как в Афганистане, такие же, те, кто честно воюет. Но я знаю тех, разговаривал с такими, которые, да я сейчас второй раз поеду в Афганистан, меня брат принес, сейчас еще привезу, да? Я в этих не уступаю, как мне зовут. Вот, если били народу в голову, что война в Чечне, сейчас в Ингушетии, Дагестане, и все эти, это борьба с банформированием, нет? Паспорта у всех одни. Одни. Если там подрастают в Ингушетии, в Чечне, ребята, им по 19 лет, и спрашивают ОБСЕ, а что ты будешь делать, бегут с автоматом, я буду русских убивать. Когда война кончится, нельзя. Можно уничтожить весь народ, да? Вот эта песня написана потому, что это было. В самом начале, только-то, 85-й, 95-й год. За нее вкарали здесь, безбожные, меня, верно, что меня не поймали, но суди, войну развалили. Убила Лена Агапа, довела до инфаркта, героя Советского Союза, Иван Фодич Статнюк, он был почетным президентом. В военной студии Витя Верстакова возглавлял, разогнали, что где он, этот самый лучший министр? Ворует в Росвооружении, на допросы не является. Не он взрывал, но по его приказу. Ни Морозов, мой на фамилии, ни Поповский, министр обороны, вот при такой сволочи в Верках, а я его не боюсь, он меня может купить на этом. Да у меня давно уже бит, да хрен бы с ними со всеми. Я никому не подчиняюсь, я просто говорю. Не верьте броню всякую. Веселые я не буду бить, потому что события произошли с нашей последствия с апреля, может кому-то кажется веселыми там в интернете, это не весело. Дождитесь, ребята, 1 июля, и тогда будем смеяться, там, веселиться, не знаю, что. 1 июля на 30 процентов, стоимость всей нашей жизни повышается. И мы заплатили уже 10 миллиардов Греции, спасая эту страну торговцев и торгашей, потому что Германия больше набрать не хочет. Ну, видишь, что они и нашего кармана. Я почему говорю, потому что печь и печь здорово, только иногда их просто не хочется петь. Когда подумаешь, что происходит вокруг, с чего веселиться? Ну, мой хороший. Если есть какое-то веселье, ну, давайте повеселимся, посмелимся. Чего? У нас вся страна веселится. У нас больше 365 дней в году все церковные праздники, все веселые. Или какие-нибудь другие. И особо по своей деревне, может, в Москве не так, может быть, вам виднее, но за 150-города Москвы, вот завтра, 22-го, просто набьются, не знаю, за что. Просто набьются. В прошлом году, когда Германию у кого-то выиграл, на 22-го июня, там фейерверк устроили. В Афганинске, ребята, Володя Паталин там привел. Чего вы повеселитесь-то? Так это наши выиграли в Нью-Корбанде. А что 22-го, 24-го июня, так что. Ой, разговаривался? Ну, не с кем разговаривать в этой деревне, ну, просто вообще. Алкогольник, а не нальешь, он будет с тобой говорить про летающие тарелки, что его с ним вон тяги забирали. Я буду совершенно выйти. Так что простите меня за такое, не уходите. Просто надо за своими перейдем. С дураками перейдем, чего? На войне, как на войне. А нам труднее там вдвойне. И нам зайдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся без тем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка. Мы без дела скучаем редко, что нигде, кто снова боится, снова боль. Ты, сестричка, в медсамбате, не тревожься на бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсамбате, не тревожься на бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится, друг... Тебя навек оставит друг, я осуждаю война тому. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена. В разведке, заработанные мной. Ты написал, ты и понял. Потом, понял. Отдаст медали ордена. В разведке, заработанные мной. Батальонная разведка. Мы без дела скучаем редко, что нигде, кто снова поиск, снова боль. Ты, сестричка, в медсамбате, не тревожься на бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. И, сестричка, в медсамбате, не тревожься на бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена. Курьбою сядемся подружеским столом. И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не дарювил. И чашу полную товарища польем. И мы припомним, как бывало, вот шагали без привала. Звали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, так делили с другом флягу. И последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, так делили с другом флягу. И последнюю щепотку табака. А теперь все вместе, три-четыре. Батериозная разведка. Мы бегле скучаем летно. Что не день, то сможешь нового двори, но обоих. И сестричка, на banyak Ohrani, не тревожься. Бога ради, мы до свадьбы доживим еще с тобой. Да золотой. И сестричка, на壓 с còn 21. И тревожься. Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо вам всем. До новых встреч. Всегда рады встречать с вами. Приходите. Сейчас программу обновим. Делаем творческое объединение. И делаем композиции такие большие. Да? Да. А то я завидую Калинку. Едет в город по стране, по странам, видит и все это. А я сижу дома сейчас. Да нет, ну ты не ездил там. Дорогие друзья, 25 июля у нас будет батальонная разведка без Морозова. 22 августа у нас будет батальонная разведка с Морозовым. Предварительный. Кто понял, что я сказал, поднимите руку. Дорогие друзья, наш концерт закончится. Большое спасибо нашей администрации. Культура и досуговый центр орбиты. Вот наша начаровательная Наташа. Аплодисменты ей. Наш комиссии поилицы. Девчонки, спасибо вам. Наташа. Наташа. Большой рукой, если ты меня видишь. Молодец. Вот. Дорогие друзья, мы дружим, продолжаем дружить в интернете.